В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апреле четверо мужчин, выходцы из Средней Азии, проникли в частный дом в селе Ивашевка. Битыми черенками от лопат они нанесли смертельные ранения шести людям. Выжить удалось только племяннице полковника. Следствие пришло к выводу о том, что данные преступления были совершены из корыстных побуждений, а именно с целью совершения хищения имущества. Также установлено, что никто из обвиняемых в день преступления не знал и не доказывался о том, что они совершают преступления в отношении сотрудника полиции. Коллегия была сформирована только со второй попытки 30 ноября. В нее входят 12 основных и четверо запасных присяжных. По большей части именно от них и будет зависеть судьба подсудимых. Андрей Горгуленко сумел побывать на еще одном заседании. Громкий процесс над бизнесменами, которые пытались обмануть региональный фонд капремонта, подходит к финишу. Речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей. Дело рассматривается в промышленном районном суде. Больше трех месяцев продолжаются слушания по делу о охищении свыше 60 миллионов рублей из областного бюджета. Подрядная организация «Алгоритм» и «Оверхоллстроймаркет» в 2013 и 2014 году заключили контракты на установку приборов учета в домах города Новокуйбышевск. Деньги из фонда капитального ремонта компании получили, но работы так и не выполнили. Денежные средства были получены и перечислены с денежного счета подсудимых, которые были оформлены в банке на территории промышленного района. Поэтому, соответственно, по месту окончания преступного деяния, по факту, по фактически распоряжения денежными средствами, принято решение направления рассмотрения в суд по существу промышленного района. По делу опросили более 60 свидетелей. Сегодняшнее заседание, на котором прошли премия сторон, стало 12 по счету. На следующем, 26 декабря, планируется последнее слово обвиняемых и вынесение приговора. В случае, если вина подсудимых будет доказана, владельцы фирм Разливанова и Варфоломееву ждет до 10 лет лишения свободы. Мы будем следить за развитием дела. Деньги получали на электронные кошельки, затем обналичивали. Всего в деле 11 эпизодов. Двое мужчин, они сейчас под домашним арестом, вину признали и согласили сотрудничать со следствием. Остальные шестеро причастность к продаже наркотиков отрицают. Организаторам сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, участникам до 10. В ходе проведенных многочисленных обысков по местам жительства и других помещениях, которыми пользовались участники преступного сообщества, было изъято более килограмма наркотических средств. Лица входили в состав преступного сообщества, не работающие. Также ранее не привлекались, за исключением одного лица, к уголовной ответственности. Несколько семей лишились крыши над головой из-за пожара. Он произошел в среду вечером на улице Красносельская. Огонь заметили местные жители. По их словам, пламя стремительно охватило здание. На соседней постройке оно перекинуться не успело. Пожарные быстро потушили огонь. В результате сгорела только крыша. Пострадавших нет. Жители считают, что всему виной ветхая проводка. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. Почти 4 миллиона рублей с начала года задолжали самарцы за нарушение правил дорожного движения. Есть и те, у кого сумма штрафа достигает 10 тысяч рублей. Таких почти 300 человек. Теперь им могут запретить садиться за руль и выезжать за рубеж. Минувшая пятница стала черной для неплательщиков. На поиски их отправились инспекторы ГИБДД и судебные приставы. Наша съемочная группа работала на месте в режиме реального времени. Сотрудники ГАИ с самого утра тормозят машины. Совместно с судебными приставами проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые имеются по закону, нерадивым автомобилистам предстоит либо оплатить его в двойном размере, либо провести 15 суток за решеткой, либо 50 часов принудительно работать. Все зависит от последующего решения мирового суда. Особый разговор с теми, у кого 10 тысяч долга или 10 неоплаченных штрафов. Им могут запретить водить автомобиль и выезжать за границу. Тем, кто успевает оплатить штраф за 20 дней, скидка 50%. Всего на погашение долга дано 2 месяца. Дальше дело уходит к судебным приставам. Сегодня водители на редкость дисциплинированные. Злостных нарушителей не обнаружено. Это просто выгодно, как бы финансово. Лучше вовремя оплатить, тем более с 50% скидкой. Совет водителям стараться не нарушать, потому что у нас по дорогам и дети ходят, и всякие бывают и ситуации. И нарушения в основном бывают из камеры видеонаблюдения, которые у нас сейчас на данный момент имеются. Очень много штрафов. Ну и стараться, конечно, оплачивать своевременно. Оплачивается. То есть и 100%, если у нас, ну процентов 70-80 оплачивают. Данные о должниках заносятся в электронную базу данных, но в ней могут быть осечки. Поэтому водителям советуют подстраховаться. Мы рекомендуем сохранение все свои чеки, квитанции об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Бывает такое, что гражданин оплатил штраф, но при этом информация не проходит. И тогда в службу судебных приставов возбуждается исполнительное производство, в рамках которого уже производится, грубо говоря, двойная оплата. Здесь нет ничего страшного. Ему нужно обратиться в службу судебных приставов, в свой отдел с квитанцией, с подтверждающим документом, и тогда все деньги будут возвращены. Такие рейды сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводят регулярно. Говорят, на водителя это действует положительно. Прежде чем сесть за руль, ни грамма не пил, утверждает водитель Хюндая, который в выходные влетел в припаркованный грузовик. Отчаянный автомобилист решил прокатиться по ночному городу, однако далеко уехать не успел. На улице Аэродромная не справился с управлением и протаранил мирно стоящую у обочины вазовскую машину. По словам пассажира, который на момент аварии был в Хюндай, автомобиль занесло на трамвайных путях. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Вы зачем мне трезвие за руль сели? И выхваты можно вызывать, что ли? Нет, зачем? А если бы другие люди были на дороге, в машине, вы думаете головой? В погоне за зрелищами забыли о хлебе. В социальной сети взволновала информация о том, что в Нефтегорском передвижном зоопарке якобы жестоко обращаются с животными. И некоторые питомцы даже умерли от голода. На место с проверкой выехала прокуратура. Олеся Корецкая разбиралась в ситуации. Жестокое обращение с животными заподозрили местные жители. Они же обратились в полицию и прокуратуру. Люди пожаловались, что животные имеют изможденный вид и все время кричат. Сегодня с проверкой прибыли представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также представители ветеринарной службы. Передвижной зоопарк работает в Нефтегорске второй месяц. Документы на животных, паспорта и ветеринарные справки сотрудники зоопарка показывают на месте. Но общаться на камеру не желают. Только подождите, вы хозяин или нет? Нет. А кто вы? Вы здесь работаете? Да, уходите. За животными следите? Понятно. Смотрите, хозяин. А вы здесь кем работаете? Камеру не снимите. Это сотрудники. Ну что из сотрудники? Нет, я говорю, что вы сотрудники. Не сними меня. А вы здесь кем работаете? Я не работаю здесь, я гость. Зоопарк принадлежит частному предпринимателю. Здесь 16 зверей. Бурые медведи, рысь, канадские волки, енотовидные собаки, пони, кролики. Есть экзотические львица и тигр. Сотрудники зоопарка утверждают, паника в интернете надуманная. Животных кормят хорошо, мясом и комбикормом. Клетки чистят регулярно и все правила передвижных зоопарков соблюдают. Не надо меня снимать. Что ты меня снимаешь? Ну как вот часто вы кормите? Мясо мальваю. Покупаем коробки. Внешне звери выглядят здоровыми. Животных осматривают ветеринары. Нареканий нет. По первым итогам прокуратура нарушений в работе зоопарка не нашла. На сегодняшний момент общий вывод специалистов, участвовавших в проверке, что угрозы жизни, здоровью этих животных или распространения каких-то инфекционных или иных заболеваний в результате их нахождения, то есть в зоопарке, не выявлено. Кормление животных осуществляется, уход за ними осуществляется. В ближайшее время прокуратура проверит документы на размещение передвижного зоопарка именно в этом месте, вблизи жилых домов. Также необходимо получить заключение специалистов из ветеринарной службы о состоянии здоровья животных. Мы будем следить за развитием темы. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова